Экзоджим это проект амбулаторного центра экзореабилитации. Это проект принципиально нового формата. Мы хотим создать центр с принципиально новой маркетинговой стратегией, так чтобы это было пространство, которое будет максимально не похоже на больницы или поликлиники. И мы сможем сделать экзореабилитацию доступной так, чтобы пациенты могли проходить тренировки регулярно, долго и процесс восстановления был более эффективным. Вообще, честно признаться, я очень люблю фразу Елены Валентиновны, это наш научный руководитель проекта экзоатлет, который говорит, что инновации это тогда, когда наука работает на человека. И вот мне кажется, что в принципе проект экзоатлет – это концентрация этой мысли, это именно то, что заставляет не спать ночами, искать новые решения и придумывать какие-то новые проекты. И меня как раз вдохновляет то, что экзоджим – это некое продолжение и развитие экзоатлета, и мы сможем помочь еще большему количеству пациентов. Мы ставим перед собой достаточно амбициозные задачи, и сейчас мы работаем над тем, чтобы в Москве открыть первый пилотный центр экзоджим, но на этом мы не хотим останавливаться. И в наших планах это создание сети таких центров. То есть мы мечтаем о том, чтобы в каждом районе города был такой центр, и пациенты могли находить более удобные, ближайшие для себя и, соответственно, проходить там тренировки на экзоатлетах. Мне очень нравится. Я первый раз на этом мероприятии, и меня, в принципе, вдохновляет. Мне очень понравилось разделение на зоны, что есть зона, где можно послушать именитых врачей, которые рассказывают о своем опыте применения экзоатлета. Их данные, их результаты вдохновляют. И совершенно потрясающая зона, там, где проходят демонстрации работы пилотов в экзоатлетах. Я прям с трепетом наблюдала то, как пилоты проходили лестницу, поднимались и спускались, и вообще я за них переживала. Это прям впечатляюще. Меня зовут Екатерина. Я присоединилась к команде «Экзоатлет» не так давно, этим летом, когда Екатерина и Михаил поняли, что экзоатлет как продукт и как проект достаточно силен и самодостаточен, и настало время двигаться дальше. Именно так возникла идея создания центра экзореабилитации «Экзоджим». И, по сути, логика очень проста, что, сделав скелет как продукт, как медицинское устройство, мы далее становимся провайдером услуг реабилитации и предлагаем комплексное сервисное решение. И «Экзоджим» — это наши собственные центры экзореабилитации. И прежде чем рассказать вам о проекте, я хотела бы тезисно описать картину мира для того, чтобы вы понимали, в каких условиях мы действуем. Мы задались целью собрать статистику, но оказалось, что информация в открытых источниках очень разнится, и поэтому те цифры, которые вы видите на этом слайде, это очень-очень условные ориентиры, и мы будем вам крайне признательны, если, возможно, кто-то обладает проверенными данными и сможет ими с нами поделиться. Как вы видите, самые большие цифры относятся к диагнозу инсульт. Порядка 450 человек ежегодно переносят инсульт, и это первое место по инводализации в Российской Федерации. Далее есть сходные показатели по остальным трех диагнозам. Это рассеянный сколероз, ДЦП и травматическая болезнь спинного мозга. От 70 до 100 тысяч человек. 100 тысяч – это, например, по диагнозу ДЦП. И красным отмечены цифры, это обозначен ежегодный прирост по соответствующей нозологии. И если мы более детально проанализируем эти данные и вникнем в эти цифры, то окажется, что примерно общее число инвалидов с локомоторными нарушениями попадет в диапазон 600-800 тысяч человек. И это та огромная аудитория, которая нуждается в реабилитационных мероприятиях каждый день. И очень важно, чтобы они были результативными. И давайте посмотрим то, как это происходит сейчас. Есть принятая система разделения на этапы, которая описывает процесс с точки зрения медицинской системы. Сегодня предыдущие спикеры уже упоминали отдельные этапы в разном контексте. Я просто хочу сейчас собрать это все в единую логику, чтобы мы четко понимали, что происходит на каждом этапе. Итак, первый этап – это пациент на стадии острого приступа, экстренной госпитализации, реанимации. Как правило, это самая критическая ситуация, когда часто происходит борьба за жизнь пациента. И только после стабилизации и постановки диагноза наступает следующий второй этап. Это первичное пребывание в больнице после перевода из реанимации, когда критический период уже купирован. И мне хочется отдельно прокомментировать этот момент, что реабилитацию возможно начинать уже на этом этапе. И также предыдущие коллеги рассказывали о своем опыте именно на этом этапе. Но, к сожалению, это связано с ресурсом больницы, в которой находится пациент. А как мы знаем, что даже в Москве не каждая стационарная клиника или больница имеет свое отделение физиотерапии или ЛФК. И далее после выписки наступает третий этап. И, на мой взгляд, это самый интересный момент, потому что это тот самый провал в нашей системе. И давайте разберемся, почему. Безусловно, поликлиники имеют свои отделения ЛФК или физиотерапии. Но так как это направление часто для поликлиник убыточно, в целом нивелируется результативность вспомогательных реабилитационных методик. Также поликлиники переживают глобальный процесс объединения. И часто один кабинет ЛФК или физиотерапии обслуживает сразу несколько районов, то есть сразу несколько поликлиник. И поэтому для пациента все это вместе означает просто труднодоступность услуг к реабилитации. И в итоге мы видим какую картину мира, что человек выписывается из больницы домой и оказывается один на один с целым букетом проблем. То есть его ждет хаотичное получение медицинской помощи от государства. Я подозреваю, что полное отсутствие понимания стандартов предоставления реабилитационных услуг. И, к сожалению, потери драгоценного времени, которое очень важно с точки зрения быстрого старта, начала старта реабилитации и, соответственно, более мощного восстановления. И именно поэтому, когда мы продумывали концепцию проекта ExoGym, мы прекрасно понимали, что мы предлагаем не только новый формат экзореабилитации, но еще и хорошее решение для проблем второго и третьего этапов реабилитации. И теперь давайте обсудим проект более детально. Итак, что же такое ExoGym? ExoGym – это проект амбулаторного центра экзореабилитации принципиально нового формата. Мы хотим создать пространство, которое не похоже на больницу или поликлинику. Представьте себе фитнес, но только специализированный для людей с локомоторными нарушениями. Наши центры будут работать в режиме возле дома так, чтобы пациенты могли регулярно 2-3 раза в неделю проходить тренировки в экзоскелетах. И в этом смысле мы опираемся и вдохновляемся на успешные истории восстановления наших пилотов, которые говорят о том, что для того, чтобы добиться мощного результата, тренировок должно быть много и реабилитация должна быть непрерывной. С этой точки зрения наша цель – открытие не только пилотного единичного центра ExoGym, но еще и создание сети таких центров, чтобы ExoGym был в каждом районе города, и экзореабилитация была доступной. Очень важный момент, что в наших центрах курсы экзореабилитации будут доступны и взрослым, и детям. Уже тоже об этом сегодня говорили, что текущая версия экзоатлета позволяет работать с пациентами от 150 см ростом. Это подростки, наверное, в возрасте 12-13 лет. А новая версия экзоатлет Бомбини позволит работать со всеми юными пациентами в возрасте от 2-4 лет. Но я хочу отдельно подчеркнуть то, что, наверное, для нас самая важная эта концепция. Я повторю, что мы хотим создать пространство, которое не похоже на больницу, и в целом мы хотим, чтобы ExoGym ассоциировался не просто с выздоровлением, а со здоровьем, с верой в себя, с надеждой на быстрое восстановление, с общением и с комфортной коммуникацией на любом уровне. И теперь давайте посмотрим, как замечательно это может выглядеть. Такие центры могут находиться в отдельном здании. Это может быть жилой дом, если там есть пространство с панорамными окнами. Это даже может быть павильон в городском парке или пространство в торговом центре. На первый взгляд может показаться, что наша широкая аудитория совершенно не готова к такой коллаборации, но мы не боимся быть первопроходцами и верим в то, что чем больше людей узнает о такой возможности, тем, в принципе, мы большего результата сможем добиться. И мы здесь в этот момент с вами подошли к очень важному моменту, к пониманию того, что же такое реабилитация в принципе. И, на мой взгляд, очень важно уйти от определения реабилитации только как части медицины или лечения. И стоит осознать и принять, что это еще и часть социальной жизни, причем не только инвалидов, но и каждого из нас, то есть нас с вами. Потому что в действительности глобальной целью процесса реабилитации любого пациента должна стать его социальная интеграция, его возвращение к активной жизни. Очень важно, чтобы это была максимально качественная жизнь, когда человек не чувствует себя аутсайдером. И для того, чтобы емко передать эту мысль, мы придумали слоган. И когда меня спрашивают о том, в чем же заключается миссия и цель нашего проекта, я всегда без сомнений отвечаю, что экзоджим — это реабилитация для жизни. И теперь давайте немного перейдем к детали. Мы посмотрим, что же нужно для работы такого центра. В зависимости от площади экзоджим может по-разному оснащаться оборудованием. И мы, например, делали расчет работы персонала и оснащения на примере 300 квадратных метров. И у нас получились вот такие цифры, что такая площадь позволит организовать работу на 5 экзоатлетах. А это значит, что каждый день порядка 20-30 пациентов смогут проходить тренировки в таком центре. Если говорить о полном курсе экзореабилитации, то мы полагаем, что для разных нозологий они должны состоять из 40-60 тренировок в год для каждого пациента. Главным инструментом медицинского сопровождения, а также планирования и фиксации тренировок в центрах экзоджим станет наше облачное решение экзоклауд. Работа с этой системой начинается на самом-самом первоначальном этапе, когда лечащий врач составляет план реабилитации, план тренировок для пациента на, может быть, месяц, на полгода или год. И далее пациент может реализовывать этот план в любом центре экзоджим. Очень важно, что вне зависимости от того, где он и на каком экзоатлете он тренируется, все данные с каждой тренировки и с любого экзоскелета будут попадать и храниться в облаке экзоклауд. Создание и открытие пилотного центра экзоджим и тем более создание сети таких центров – это очень амбициозная задача. И поэтому мы планируем развивать проект с помощью партнеров. И мне очень приятно, что мы уже нашли такого партнера. Первое сотрудничество это будет с третьим медицинским университетом. Сегодня во время открытия Олег Олегович, ректор университета, об этом вкратце рассказывал. Мы с нового года начинаем объединять усилия, объединять ресурсы для того, чтобы заработал такой первый пилотный проект. А если у вас есть мысли о том, как мы можем посотрудничать или стать партнерами, пожалуйста, звоните мне, пишите. Я готова и открыта к любым контактам и с удовольствием расскажу вам еще более подробно о проекте. Спасибо большое. Спасибо.